Привет, красотка! И обратите внимание на название этого видео. Понимаете, да? Что мы с вами начали уже обсуждать? Как-никак третий десяток кое-кому идет. И, кстати, большая часть моей аудитории тоже. Я же знаю статистику. Так, незаметно, мы с вами будем обсуждать рассаду на подоконнике, лучшие средства от радикулита. Но, а пока, фейсбилдинг и самомассаж. Я осознала надобность этих штук, так как у меня, ну, очень живая мимика. В частности, в межбровке я обожаю всегда делать так. Когда я с кем-то спорю, когда я что-то бурно обсуждаю, когда я на чем-то концентрируюсь. Мне кажется, я с таким выражением лица в целом всю мою жизнь делаю все. Мама, кстати, большую часть моей жизни мне все время говорила, Саша, не морщи лоб, Саша, не морщи лоб. Она как бы знала, к чему это ведет. И мне в данный момент, на данном этапе моей жизни, более близко естественное омоложение, нежели ботекс и филеры и всякие там штуки. Я даже не знаю, как это все называется. И вообще, если честно, есть так небольшое отступление лирическое. Мне нравятся морщины. Мне нравится, как они выглядят по-разному на разных женщинах. Мне нравится, какую историю они за собой несут. Мне кажется, намного более важные факторы это улыбка, жизнерадостность, наполненность и какое-то счастье и свет изнутри. И тогда вообще без разницы, какие у тебя там морщины, заломы и все такое. Это как растяжки после беременности на твоей коже, которые остаются на память и которые, как татуировка, знаете, это напоминает тебе по определенному этапу жизни, когда там ребенку уже 10-20 лет, не знаю, ты смотришь такой и вспоминаешь, что ты была беременна, что у тебя тело совершило такую невероятную штуку, как рождение и вынашивание. Но, повторюсь, это мне кажется пока что. Мне 23 года. Окей, лирическое отступление закончилось. Сегодня я хочу с вами поделиться своими упражнениями на фейсбилдинг. Их придумала не я, но их я делаю. Их немного, специально, чтобы это не казалось каким-то очень сложным ритуалом, который тебе нужно повторять и как-то не хочется, мотивация проходит. Там всего 4 упражнения, и они такие универсальные на все лицо, на самые у нас такие проблемные зоны, которые быстрее всего выдают возраст. Фейсбилдинг вообще переводится как построение лица, собственно. То есть те упражнения, которые мы делаем со своим телом, качаем пятую точку, руки, пресс и так далее, все то же самое можно делать со своим лицом, тренируя и расслабляя, это, кстати, даже более важно, оказывается, определенные мышцы лица. А вторая часть видео будет посвящена массажу, точнее даже самомассажу, которую я делаю сама после душа или когда есть время, настроение, желание, которое отлично разгоняет лимфу, улучшает цвет лица. Главное условие это чистые руки, чистое лицо, и давайте начинать. Перед началом немножко нужно размять плечи, шейно-воротниковую зону, сзади лопатки, потому что все у нас связано. Если мы делаем упражнения на лицо, это не значит, что мы ограничиваемся только лицом. Очень многое зависит от шеи, от наших плеч, поэтому на протяжении всех упражнений, или вообще на самом деле на протяжении всей жизни, желательно ходить с опущенными плечами, следить за тем, чтобы вот так вот у нас ничего не поджималось. Очень многие люди на самом деле прям действительно вот так ходят, и их прям хочется вот так вот опустить. Берем руки в замочек, скругляем спину, и подбородок вперед. Лопатки вы должны почувствовать, как разъезжаются, и прям такое хорошее натяжение-расслабление происходит несколько раз. Обожала, кстати, так интуитивно делать после родов, потому что дико болели лопатки. Первое упражнение, которое я делаю, оно на все. Оно и на овал лица, более четкий контур, и на профилактику появления брылей. Брыли это такие вот здесь заплывшие контуры лица, когда сюда опускаются мышцы, кожа, все вот так вот свисает. И также работает здесь шея, потому что шея на самом деле выдает возраст даже раньше, чем лицо, потому что за лицом, если женщины еще как-то ухаживают, то про шею часто забывают. Не забывайте. Итак, плечи опущены, макушка тянемся вверх, спина прямая, мы открываем рот. Затем немного запрокидываем голову назад, но не прямо, падаем туда себе на лопатки. Так, не надо делать. Немножечко. И рот закрываем. Показываю. Именно момент закрывания рта, когда у нас немножечко голова опрокинута, вы почувствуете, вот здесь есть хорошее натяжение, как раз начинают работать мышцы шеи. Это упражнение еще классное, потому что вы не используете своих рук вообще, и можете делать его хоть когда, то есть вам нужно всего лишь ваше лицо. Следующее упражнение, которое я делаю для центральной части лица, как раз здесь прорабатывается носогубка, которая очень часто заламывается. Если вы поджимаете ваши губы, вот как-то вот так вот, здесь тоже образуются заломы, и также, чтобы щечки оставались в тонусе. Мы будем надувать губы изнутри, верхнюю часть, нижнюю часть, а также потом щеки слева и справа. Лицо максимально расслабляем, не нужно щуриться, как-то морщить лоб, вообще напрягаться, вообще где-либо напрягаться, и стараться, чтобы никаких заломов не образовывалось, не образовывалось никаких полосочек при формировании вот этих воздушных валиков. Показываю. Если все-таки начинают образовываться такие заломы, типа, видите, вот такие вот штучки, постарайтесь просто осознанно расслабить эту зону и добавить еще больше воздуха, как будто раздуть это пространство еще сильнее. Уже сейчас я ощущаю такой хороший прилив крови, хотя я сделала раз 8 всего лишь, нужно выполнять упражнение 20 раз, немножко даже онемение губ, это нормально, мышцы хорошо работают, подтягиваются, и надуваем левую и правую щеку поочередно. Если ваши губы смещаются, их можно придержать таким образом и начать выполнять упражнение. Моя любимая часть упражнений это межбровка, потому что она у меня ярче всего выражена и над ней прямо надо поработать. Делаем из указательных пальчиков вот такие твердые крючки, которые не разбалтываются никуда, их прям четко нужно зафиксировать. Ставим параллельно друг к другу вот в нашу любимую межбровную зону и прямо хорошо протапливаем их в лоб. То есть не просто держимся рядышком, а прямо плотненько укрепляемся. Немножечко наклоняем голову вперед. Сейчас наше действие будет таким, будто голова хочет проникнуть в это расстояние между пальцев, а пальцы разъезжаются под весом головы. И пальцы разъезжаются в стороны и немножечко вверх. То есть в целом у фейсбилдинга такая задача натянуть будто бы нашу кожу на наш скальп. То есть вот такое направление от центра к периферии. Массажные линии у нас именно такие, поэтому направление здесь тоже именно такое, в стороны и вверх. Еще раз. Плотненько ставим, немного голова вперед. И голова наклоняется, пальцы разъезжаются. При этом наши плечи опущены, спина прямая. Никакого напряжения в теле больше нет. Просто как будто голова по своим весам проходит между пальцами. И последнее наше упражнение будет на веки, на натягивание век к вискам. Наша задача сформировать небольшой валик у начала брови. Маленький такой валик, прямо щипковым захватом. И вести этот валик от центра к концу брови. Не сильно оттягивая кожу. Дошли до конца брови, не отпускаем. Его же ведем перещипами-перехватами обратно к началу брови. Не натягивая кожу от висков к центру, а наоборот, скорее от центра тянем к вискам. Этот же валик ведем обратно. И так пять раз. Туда-обратно, туда-обратно. И сейчас, внимание, когда мы пятый раз довели валик до конца, перехватываем рукой кончик и большим пальцем другой руки мы проходимся вот таким направлением, вот с центра к вискам, прямо плотненько так пять раз. Не просто по коже, а прямо вот до кости, то есть плотно. Опа! И вы можете сейчас уже увидеть разницу моих бровей. Что одна бровь стала значительно выше, хотя я сейчас вообще не напрягаю свое лицо, то есть просто она подтянулась, века приоткрылась. Вот таким щипком захватываем валик и перехватами ведем к концу. Обратно. Еще раз к концу. Обратно. И последний пятый раз. Перехватываем вот таким образом и большим пальцем другой руки по вот такому направлению к вискам и вверх проходимся пять раз. И переходим к более приятной части, потому что это все-таки массаж как-никак. Нам понадобится скребок Гоша. Он сейчас, как мне кажется, достаточно популярный. Его можно даже найти на Алиэкспресс, заказать по более доступной цене, нежели когда это был только вот ажиотаж такой вокруг него, где-то год назад. Вообще Гоша переводится как «соскребание всего лишнего, ненужного». Так что именно этим мы сейчас и займемся. Такой массаж не просто разгоняет лимфу, не просто улучшает цвет лица. Он действительно способен сделать лицо более точеным, потому что, по сути, это тоже часть фейсбилдинга. Мы тоже делаем определенные массажные движения по нужным нам линиям и как бы скульптурируем сами свое лицо. Нам нужно чистое лицо, нам нужны чистые руки, чистый скребок. И так как я сейчас в условиях студии, я пройдусь по лицу тоником. Про шею не забываем. Шея у нас тоже будет работать в массаже. И сзади, и спереди. Чтобы скребок хорошо скользил по нашей коже, я предлагаю три варианта. Какой вам будет удобнее, какой вам лучше зайдет. Это масло для лица. Я просто знаю, что масло не для каждого лица подходит. У кого-то забиваются поры, кому-то прям неприятно. Но лучше всего, конечно же, скользит по маслу, и масло дольше всего не впитывается. Также можно взять любую сыворотку, либо же крем. Единственная штука с кремом, он быстро впитывается, и, возможно, скольжение раньше закончится, нежели с маслом, например. И вам придется еще крема добавить на свое лицо. Следующий важный момент – это наклон скребка. Он не должен стоять перпендикулярно к вашей коже. То есть вот так очень часто делают массаж, типа вот таким вот образом. В таком случае нажим будет очень сильным, а нам не нужно здесь действительно выскребать, отскребать что-то. Нам нужно вот такое практически плоское, чтобы вот эта часть в основном работала под углом, километрия, наверное, градусов 30, может быть, даже и то меньше, к вашей коже. Вы сами можете ощутить, если вы поставите скребок перпендикулярно, то нажим будет слишком сильный, и можно так до синяков довести. Нам нужно, чтобы все было приятненько, хорошечно, мягонько. И последний момент, не переживайте, мы скоро уже начнем. Сначала небольшая теория, потом практика. Важно здесь не столько нажатия, сколько количество повторений. То есть если вы будете усиленно, но один раз проходиться, это сработает намного хуже, нежели не сильный нажим, но зато несколько повторений. Наносим, наконец, масло. Кстати, возьмите за привычку наносить любое средство, даже если вы не делаете никакой массаж, также по массажным линиям. Я здесь вставлю картинку от центра к периферии. Как я сказала, на шею тоже наносим и сзади, и спереди. И начинать мы как раз таки будем сзади, активируя нашу лимфу. И расположение скребка именно в плане вот эта сторона, вот эта сторона. Она интуитивно определится вами, когда вы уже несколько раз поделаете себе массаж. Но я вот чаще всего работаю вот этой стороной, она более такая прямая. Вот эта часть идеально вписывается в овал нашего лица, как раз таки профилактика образования брыли. Но окей, мы сейчас начинаем именно сзади. Начнем активировать нашу лимфатическую систему. И смотрите, когда я прохожу снизу вверх, в самом конце я останавливаюсь с небольшой вибрацией. Желательно, чтобы вы были в супер расслабленном состоянии. Вы хотели делать себе приятное. Снизу вверх. Вам не должно быть больно ни в коем случае. Это должно быть приятное нажатие. Переходим вперед. И с шеей прям супер осторожно, нежно. Еще нежнее, чем с лицом. И плавно переходим на лицо. Здесь такой важный момент. Когда мы оттягиваем какую-то часть кожи, например, вот в этой части. Ту часть кожи, которую мы оттягиваем, чтобы как раз таки она не тянулась за скребком, мы ее придерживаем. То есть мы как бы противостоим. И тут на самом деле нет никаких правил, что и как долго делать. Для меня главное условие, чтобы это было в удовольствие. Иногда есть всего 2 минуты. Тогда я делаю массаж 2 минуты. Если есть 10 минут, то вообще кайф. Можно сделать полноценный расслабляющий массаж и пройтись по всем зонам. Кстати, очень люблю, особенно по вечерам, массировать виски круговыми движениями. Это безумно расслабляет и готовит мой мозг ко сну. Я вам сейчас показываю все возможные направления, по которым можно делать массаж. Пробуйте, экспериментируйте, чувствуйте себя. В конце мы мягко уходим туда, откуда пришли. Спускаемся к шее. Я обычно массаж делаю по вечерам, поэтому мне кажется, у меня сейчас инстинктивно пришел ко мне сон, потому что мозг подумал, что сейчас вечер, и я снова делаю массаж. Завершить массаж Гоша можно просто пройдя еще раз пальцами по массажным линиям, до впитав крем или масло. Я особое внимание уделяю своими жбровки, вот такими разглаживающими движениями. Ну и я для себя, конечно, поняла, что недостаточно просто делать упражнения, а в образе жизни ничего не менять. Я стала чаще обращать внимание на свою мимику, на то, какие зажимы у меня сейчас происходят на лице, в целом, в теле. Кстати, в этом плане мне очень помогла йога, потому что впервые лежа в шавасане я вообще начала обращать внимание на то, в каком положении, в каком напряжении или расслаблении находятся те или иные части моего тела. Я прям помню, когда мне первый раз преподаватель по йоге сказала расслабляем веки, область вокруг глаз. Я такая, что? У меня есть веки, я их могу почувствовать. То есть вот эта осознанность в напряжении, в расслаблении определенных частей тела, она действительно очень важна. Так что просто чаще в течение дня обращайте внимание, расслабленные у вас плечи, опущены ли они вниз, прямая или спина, или вы вот так сутулитесь, смотрите вниз телефон. Постоянно у нас это бич современности. Мы все смотрим что-то вот так, формируя здесь вот это вот все. Здесь у нас растет вот такая вот холка, но все это можно профилактировать, всего этого можно избегать. Может, это будет казаться странным, что вы будете смотреть телефон вот так, но это будет хорошо как для вашей шеи, так и для ваших плеч. Надевайте солнцезащитные очки, чтобы не щуриться и не морщиться на солнце. В идеале очки с защитой от ультрафиолетового излучения. В течение дня отмечайте, хмуритесь ли вы без повода, поджимаете ли губы, морщите ли лоб, расслаблены ли ваши плечи, щуритесь ли вы, а может быть вообще все это вместе. Старайтесь не сидеть нога на ногу, не облокачиваться сильнее на одну ногу, когда вы просто там стоите, моете посуду. Распределяйте равномерно вес на обе стопы, на обе ноги. Я понимаю, это не всегда удобно, но на самом деле это дело привычки. Ваша спина, ваш позвоночник скажут вам большое спасибо. Так что, девочки, вам здоровья, красоты, молодости, всего самого прекрасного. Любите себя, ухаживайте за собой, работайте над собой. И на этом канале, как я понимаю, мы открыли рубрику антивозрастные советы от Сашки. Дайте знать в комментариях, полезно ли было это видео. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро. Улыбайтесь чаще и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok